Лен, через неделю вам нужно будет выступать на этапе в Пекине. Расскажите, как вы к нему готовитесь, как вы, возможно, отдыхаете, и в какой форме вы подходите к нему? Ну, между гран-при у меня была всего неделя, полторы, поэтому за это время нужно постараться еще набрать немножко формы и откататься лучше, чем на гран-при в Москве. А, кстати, вот как лучше, Катя, отстреляться заранее или все-таки немножко по ходу сезона уже принимать участие в этих этапах? То есть вот сейчас, когда следующий старт у вас в декабре, нет ли ощущения того, что ничего интересного не происходит? Ну, на следующей неделе у нас еще будет старт в Польшу, мы едем буквально в среду и улетаем. Это и хорошо, и плохо. С одной стороны, ты понимаешь, что ты начинаешь раньше всех, и тебе раньше всех нужно прийти в форму. И у тебя нет права на ошибки уже с первого этапа, хотя он начинает действительно очень рано. Вот, но с другой стороны, действительно, мы уже осознаем, что мы попали на английском этапе гран-при, заняла второе место. Лена, давайте немножко обсудим все-таки результаты парижского гран-при. И хочется узнать у вас следующее. Вот насколько тяжело эмоционально выступать, зная, что в женском фигурном катании такая сильная конкуренция сейчас? Ну, на самом деле, в спорте конкуренция это нормально, просто сейчас, да, в России очень много хороших девочек, но всегда в спорте конкуренция была, есть и будет, и к этому нужно абсолютно спокойно относиться. Женя Медведева практически поставил мировой рекорд, 78,52, ей 14,00 не хватило до рекорда. И Мария Исоцкого занимает третье место у нас, Алена Леонова седьмая. Вообще, я, честно говоря, уже сбился со счета, сколько у нас действительно топовых фигуристок сейчас в одиночном катании, и вы, и остались еще Юля, которой мы, конечно, все желаем здоровья. Юля Лепницкая, получившая травму, и Адалина Сотникова о завершении карьеры пока не объявляла, есть еще Елизавета Туктамышева. Женя, пока что лидер здесь, можно ли считать ее сейчас главной вашей конкуренткой в частности? Ну, прежде всего, главная конкурентка для себя – это сама я, вот, и, конечно, девочки молодцы у нас все, хорошо, достойно выступили в короткой программе, и им нужно также хорошо выступать в произвольной. Паша, ты еще не упомянула Анну Погориловую, которая выиграла как раз российский этап гран-при. Лен, я видела, что Женя Медведева ходила на российский этап в дворец Мегаспорт и болела за вас и за других наших девушек. Вот, есть ли между вами все-таки конкуренция, и как вы относитесь друг к другу? Ведь вы самые лучшие фигуристы мира прямо сейчас. Но наряду мы действительно конкурентки, а в жизни мы такие же девочки, как и обычно. Подружки, вот кто ваша лучшая подруга среди фигуристок? Среди фигуристок, честно скажу, у меня нет подруг. У меня есть подружки. Это сейчас просто заголовок, вы понимаете, среди фигуристок у меня нет подруг. У меня, я очень хорошо общаюсь с Юлией Лепницкой, с Аделиной Сотниковой и с Лизой Токтамышей. Они мне именно близки по духу. Есть ли друзья в танцевальных дуэтах, или это тоже такая конкуренция, что о дружбе? Хочется спросить вот о чем. Дело в том, что в этом сезоне вы принимали очень большое участие в дизайне собственного своего костюма на произвольную программу. Расскажите, пожалуйста, об этом. Да, действительно, в этот раз, наверное, я больше принимала участие, чем всегда, потому что изначально немножко другая идея костюма была, но за несколько дней до соревнований мы решили поменять фасон, и меня все в этом поддержали, и вот получилось вот такое платье. То есть можно сказать, что Елена Родионова постепенно становится дизайнером одежды, нам стоит ждать линию собственную и так далее? Почему бы и нет? Для фигурного катания? Да, можно и для фигурного. Катя заинтересовалась. Я к тебе обращусь, да, очень сложно, когда будет первый костюм. Алена, а кто помогал вам придумывать костюм для короткой программы? Помогала мне в этом Алена Ахмадулина. Я думаю, это многие ее знают, это известный русский дизайнер, и ее стиль мне очень близок. И вот это вот платье, в котором я катаюсь в короткой программе, мы создавали вместе, и оно получилось очень оригинальное, потому что мы использовали перья, вот они, камни Сваровских, как это делают обычно. И читала многие отзывы, и многие люди подходили, говорили, что очень интересное оригинальное платье было. Кать, а насколько вы влияете на ТОВ? Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию. Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев, олимпийские чемпионы, Елена Родионова. Блин, честно говоря, очень хотела сказать, будущее олимпийская чемпионка. Мы этого вам искренне желаем. И, конечно же, желаем вам, чтобы вы в этом году выступили на финале гран-при.